Всем добрый день! И сегодня мы с вами разберем стадии речевого развития. Чтобы узнать, правильно ли развивается годовалый малыш, нужно знать, что в возрасте с рождения до года является нормой. А что патологии? Как можно стимулировать его речевое развитие самостоятельно? Развитие речи ребенка от рождения до года условно делится на 4 неравных по срокам стадии. Темпы развития детей могут не совпадать по времени, но эта примерная периодизация позволяет отделить норму от патологии. Первая стадия у нас, стадия крика, длится от рождения до 6-8 недель. Крик и звуки, издаваемые малышом, относятся к рефлекторным звукам. Чаще всего это гласные звуки с носовым оттенком. Короткий вдох и длинный выдох сопровождают громкий крик. Вторая стадия гуления. Длится от 2 до 5 месяцев. Крик ребенка приобретает интонационную окраску. Он меняется в зависимости от состояния малыша. Гукающие звуки и их сочетание с гласными могут возникать как спонтанно, так и при общении со взрослым. Агу, гэ, хэ, ага, эгэ, а. И это становится началом важнейшего периода коммуникации, общения с окружающими. Оно сопровождается появлением социальной улыбки для всех, кто общается с ребенком. Чуть позже первого смеха, похожего на повизгивание. Гуление происходит на выдохе, так тренируется речевое дыхание. Следующая стадия лепета. Самая большая по продолжительности стадия занимает около 6-7 месяцев и длится практически до конца первого года жизни. А точнее до возраста 11 месяцев. Для нее характерен лепет, состоящий вначале из отдельных слогов па-ба-ля, переходящий позднее в слоговые цепочки па-па-па, ба-ба-ба, ля-ля-ля, а затем в следующую стадию, первые слова. Родовая полость становится совершеннее, язык имеет возможность для выполнения разнообразных движений. Это делает доступным для ребенка произнесение различных звуковых комплексов, похожих по звучанию на слоги с гласной на конце. Ма-ма-ма, па-па-па. Ну и последняя у нас стадия первых слов. Длится до конца первого года жизни. Эти слова, около 20-25, чаще состоят из двух одинаковых слогов. Это стадия, когда ребенок начинает соотносить лепетные комплексы с конкретными словами. Он не просто произносит цепочку слогов «ма-ма-ма», а соотносит слово «мама» с реальным предметом и реагирует на появление папы со словом «папа». Ребенок на этой стадии активно поддерживает контакт со взрослыми предметно-действенными средствами, манипуляцией с игрушками и предметами. На этой же стадии интенсивно развивается понимание обращенной речи. Малыш активно начинает накапливать пассивный словарь. Он еще не может сказать «ослик», но если вы попросите дать игрушку, изображающую ослика, он даст.